В преддверии новогодних праздников в Магадане прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассматривались и вопросы использования пиротехники и правил безопасности в новогодние праздники. Было решено, что в местах продажи пиротехники будут проведены проверки. На данный момент в Магадане 12 таких точек. Будут проводиться новогодние мероприятия. В этот период сотрудники главного управления МЧС России по Магаданской области будут нести службу в усиленном режиме. Помимо этого на площадках для запуска фейерверков, а также на новогодних мероприятиях будут организованы дежурства сотрудников надзорной деятельности непосредственно отдела надзорной деятельности по городу Магадан. Поделился я о готовности пожарной безопасности и террористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях руководитель Департамента образования мэрии города Алексей Юрздицкий. Был издан приказ Департамента образования об усилении мер по достижению безопасности и правопорядков образовательных организаций города Магадана. В праздничные дни будет обеспечен контроль за жизнедеятельностью учреждений. Также будут осуществляться правовосуточные административные дежурства работникам Департамента образования. Было отмечено, что в период новогодних праздников руководителям объектов здравоохранения, образования и социального обслуживания будут отправлены дополнительные письма с целью проведения мероприятий по профилактике на своих объектах систем охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения. Юрий Федорович традиционно делает первый надпил. У Театральной площади провели торжественное открытие конкурса «Магаданский хрусталь». Это юбилейное, 15-е международное состязание. География конкурса широкая. В этот раз в столицу Колымы приехали мастера из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутии и других регионов. У нас не было Московской области, у нас не было Петрозаводска, у нас не было Санкт-Петербурга. Сегодня они представлены здесь. Здесь Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахаринск. Это говорит о том, что наша дальневосточная территория, наш дальневосточный регион настолько дружен и интегрирован, что мы не можем друг без друга существовать ни в сфере культуры, ни в сфере экономики, ни в сфере образования. Поэтому всех наступающим Новым годом, дорогие магаданцы! Цель конкурса – совершенствование ледяного искусства, расширение культурных связей между регионами, а также обмен творческим опытом между мастерами. Участники отмечают – Магадан принял их хорошо. Очень нравится. И, конечно, в такое время, когда все ограничено, какие-то сложности, приехать на конкурс – большое счастье для человека. И погода, и люди, атмосфера. Конкурс потрясающий. Спасибо вам. Ну, в Закутии там был на конкурсе. А тут первый раз. Конечно же, опыт от участия. И, ну, как сказать, посмотреть на других. Ну, конечно, впечатление от конкурса. Любовь к северу, Снегурочка, зарождение. Ледовые скульптуры украсят аллею «Магаданское время». И так, отмечают организаторы, у жителей областного центра создастся ощущение праздника. Награждение победителей планируют провести в 20-х числах 2021 года. Очередная нашумевшая история о том, как зимой в Магадане ребенок был высажен водителем маршрутки на улицу, после всевозможных разбирательств завершилась. Как это было и чем все закончилось в материале «Вечернего Магадана». Меня водитель вез. После того, как мы были на повороте, я сказал ему, куда мы едем. Он меня заметил, он сказал, что довезет меня до Пионерного. И он меня потом высадил тут. Этот случай вновь поднял и тему несоблюдения водителями магаданских маршруток утвержденного расписания движения, особенно в вечернее время. Конечно, переживаю. Он каждый раз отзванивается. Теперь он сам спрашивает, едет ли автобус на солнечный и не высадят ли его в очередной раз, где-нибудь на остановке. Здесь частный сектор, здесь собаки могут бегать, здесь мало людей ходит. С водителем я поговорила недавно, также через телефон ребенка, когда произошла на следующий раз такая ситуация, то что ребенок позвонил, говорит, я не могу поехать на этом автобусе, потому что водитель не знает, поедет ли он на солнечный или нет, хотя время по расписанию было не много. То есть водители работают вечером, как хотят. И я не думаю, что много людей там устраивает. В таких историях подавляющее большинство родителей, примеряя этот случай на своего ребенка, задается риторическим вопросом. Какие меры приняты к водителю маршрутки? Вечерний Магадан связался с руководителем компании «Маршрут авто» Романом Волынкиным. И вот что он нам пояснил. Там случилось так, что ребенок сел в автобус на Олимпе, но автобус в это время двигался в сторону конечки пригородной. Все. Этот автобус делал свой последний рейс. Понимаете? А там ребенок, видать, или заехал в телефоне, или что, то есть он там, ну все. И водитель, просто даже не зная, что он находится в салоне, отправился уже без остановочных пунктов прямиком на базу пригородного, понимаете, да? Как было. И тут получается, что голос из ниоткуда раздается, и он видит, ну не то, что видит, а понимает, что в салоне сидит вот этот ребенок. То есть у нас появился как раз на этой остановке речная, там первая, по-моему, она была уже. Это было неправильное решение. По словам руководителя, нужно было пересадить ребенка из автобуса в автобус. Прокуратурой города по данному факту внесено представление директору общества с ограниченной ответственностью маршрут авто, после чего водитель привлечен дисциплинарной ответственности в виде выговора и лишен премии. В результате случившегося ребенок не пострадал. Очень интересно было бы узнать, есть ли у лишенного премии водителя свои дети. И как бы он поступил, если бы в подобной ситуации оказалось его чадо? Олег Дудник, Илья Пачин, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. В Магадане прошло заседание штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Борьба с коронавирусом длится уже третий год. В связи с этим был разобран ряд волнующих вопросов. В регионе ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции сохраняется напряженной. В ноябре было лабораторно подтверждено более тысячи новых случаев. Это на 39% больше от числа, выявленных в октябре. И надо сказать, что в этом 2021 году это максимальное число заболевших было зарегистрировано. Было отмечено, что на территории Магаданской области возросло число заболевших респираторными заболеваниями и гриппом. Грипп пришел на территорию раньше, чем это было несколькими годами ранее. В прошлый год мы прожили без него. В этом году грипп уже регистрируется. И болеют и дети, и школьники. За последнюю неделю это 11 случаев заболеваний. В целом 16 уже выявлено лабораторно подтвержденных. На заседании также обсудили ход и темпы вакцинации колымчан и сроки реавакцинации. Очень много людей переболели более полугода назад. Большая часть людей, или определенная часть людей, вакцинировалась более полугода назад. И речь сегодня идет для переболевших более полугода назад обо вакцинации, для вакцинированных более полугода назад о реавакцинации. И это является нашей сегодня целью и задачей. На данный момент в городе Магадан доступны 4 вида вакцины. Это значит, что каждый человек, основываясь на показаниях врача, может выбрать для себя наиболее подходящую вакцину. К сожалению, другого пути, как предотвратить тяжкие последствия распространения заболеваний, кроме вакцинации, на сегодня не существует. Вот как ни печально это звучит, у нас три пути на сегодня. Это привиться, второй путь заболеть, третий умереть, если ты не привился. Коммунальщики заканчивают подготовку города к Новому году. Сотрудники комбината зеленого хозяйства устанавливают в районах Магадана горки. Также поставили елку в третьем микрорайоне у детской площадки. Горсвет в ближайшее время начнет ее украшать. Единственное, что хоровод, конечно, вокруг нее не поводишь, но смотрится красиво, с учетом вокруг, что лес, эти городки. Ну, народ, конечно, может быть, хочет там что-то выше и больше, но я считаю, что достойная елочка. Тем более, если цвет красиво украсит, думаю, придираться сильно не будет. Также специалисты расчистили пешеходную зону «Магаданское время» и театральную площадь. Там в субботу пройдет ежегодное шествие Дедов Морозов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова